Спонсор показа – наш интернет-магазин умабук.ру Все доходы от продажи направляются на содержание сайта умма.ру По именам Всевышнего, если будет Всевышний Милов, я надеюсь, в ближайшие дни завершу. То, что мог бы писать три года, вроде как удается сделать за короткий период. Но это, опять же, можно было все это писать и три года. Я рассчитывал так потихонечку. Каждую неделю. А можно было подписаться по нечто большее. Но тогда будет больно. Да. Ну вот, больно, но ты стараешься, ты просто терпишь. Собирающий. Одно из имен Всевышнего. Собирающий людей в судный день на площади суда. В этом смысл. Четвертая сура. Давайте я уж попробую с оригиналами быстро находить вам. Четвертая сура, восемьдесят седьмой аят. Аллах, Бог Господь, нет Бога, кроме Него. В квадратных, одного, единого для всех, единственного. Квадратные закрываю. Нет ни капли, потому что здесь идет тройное усиление. Поэтому я на русском формулирую. Нет ни капли сомнения в том, что он соберет вас всех ко дню суда. И причем дальше идет добавление в аяте. Нет в этом никакого сомнения. Здесь я написал, неизбежность которого однозначно. Прям усиление за усилением. Потому что мы, люди, обычно этого не чувствуем. Мы этого не видим. За нашими делами, за нашими хлопотами семейными, рабочими. Мы обычно не видим в судный день. Мы не видим ответ перед Всевышним. В этом аяте прямо идет усиление за усилением. Усиление за усилением. Вас там всех соберут. Он соберет Всевышний. Третья сура, девятый аят. Здесь идет как дуа. О, Господи! Поистине ты Соберешь людей в тот день, относительно которого нет сомнений. Вот это вот красота. Собирающий. Имя Всевышнего. Даже подчеркивается здесь. Если Всевышний что-то обещал, Он это выполняет. Дальше поясняю. Аллах, Бог Господь, Он соберет. Джамиа собирающий. Он соберет всех на площади суда в судный день. Причем, как пожелает и когда пожелает. То есть никто не может ему, а что вот так поздно, а что, надо попозже было, пораньше. А что здесь, мне здесь не нравится. Мне тут холодно, мне тут жарко. Слушай, тебя вообще никто не спрашивал, и спрашивать не будет. Это хорошее там в одном из пояснений. Причем, как пожелает и когда пожелает. Он, опять же, Джамиа, соберет останки людей за весь период существования человечества на земле. Восстановит вот эти останки соберет. Восстановит из них тела и вернет в них души. Души, которые после смерти человека хранились в мире душ до судного дня и воскрешения. Он соберет Джамиа в судный день людей сообществами. Дальше там будет это пояснение. В аятах это есть. Группами определенными. Сообществами по признаку присутствия или отсутствия веры в Бога и жизнь после смерти. Здесь носки как раз в том числе привожу четвертая сура 140-й аят. Там как раз говорится о том, что определенные категории будут собраны и отправлены в ад. То есть по категориям. Также он соберет по признаку следования тому или иному пророку и посланнику. Это мы тоже в хадисах знаем, что у этого пророка будет столько последователей, тут такая и тут вообще. Некоторые из пророков у них будет очень невероятный горизонт заполняет количество их последователей. Конечно же больше всего заключительного Божьего посланника. По признаку следования тому или иному пророку или посланнику, последним из которых был Мухаммад . Он, Господь миров, здесь уже чуть в другом смысле тоже смысл. Он, Господь миров, собрал ему присущи все благородные качества в высших и бесконечных формах их проявления. То есть он собрал в своей сути ему присущи все благородные качества в высших и бесконечных формах их проявления. То есть полностью собраны в нем. Он, опять же, собрал здесь я чуть другой глагол применяю вебрал все совершенство величие силу и желание в нескончаемых формах их проявления. То есть он, Всевышний, собрал все совершенство величие силу и желание в нескончаемых формах их проявления. Это как раз в контексте имени Аль-Джа-Миа. Дальше идет. В этой жизни мы пересекаемся с разными людьми. Состоим то в одном, то в другом сообществах. Кого-то мы сторонимся, к иным стараемся быть ближе. И это может происходить по самым разным причинам. В потоке дел мы обычно не задумываемся в кругу, кого окажемся в судный день. А также после того, после судного дня, где окажемся в аду или в раю и в окружении кого. Там не будет иметь значения какого-то цвета кожи, какой национальности. То есть по этим признакам там разделения не будет. Какого цвета кожи, глаз, какой национальности. Нет. Насколько был богат. Вот здесь какая-то тусовка богатых. Нет. Какие политические взгляды у тебя были. Нет. Не по этим характеристикам. В судный день у каждого будет свой уникальный и очень индивидуальный отчет пред Богом. Как раз на неделе тоже писал одно из имен. Сейчас не припомню какое-то. Оно прямо так детально раскрывает, что будет очень индивидуальный подход у каждого. Очень. То есть человек может сказать, ну вот там я там всего несколько сур Курана знаю, да, а другой человек там два джуза выучил или пять джузов. То, что ты несколько сур Курана знаешь, а он там четыре или пять джузов выучил. Это не говорит о том, что он окажется выше тебя в судный день в райской обители. Не говорит. Потому что, возможно, он находится в кругу тех с детства, кто знает Куран наизусть, а ты со своими несколькими сурами находишься вынужденно работаешь среди всяких алкоголиков, там, прелюбодеев, разратный образ жизни, ведущих, но ты не пьешь, не куришь, здоровый образ жизни ведешь, и еще Куран знаешь, и намаз читаешь. И представь, тут сразу уже перевес идет в какую сторону? В твою сторону. Эти все нюансы Всевышний учтет в судный день. Это одно из имен его тоже в судный день. Одно из его имен указывает на это. В судный день у каждого свой уникальный и очень индивидуальный отчет предсевышнего. Но к какой группе людей человек относился, кто в земной жизни был ему по-настоящему, дорог и близок? Здесь сноски, я здесь пишу родственные души, в кавычках, и в сноски даю хадис. Пророк Мухаммад говорил, что души людей, они тянутся к себе подобным. И в том числе я здесь привожу в сноски хадис, где пророк говорит, человек с тем, кого он сильно любит, искренне уважает. То есть там как раз у посланника Божьего спросили. Человек не может достичь какого-то уровня. Но он людям этого уровня, например, духовного, очень хорошо относится, очень сильно их уважает. И пророк говорит, ему учтется подобно, как он их уровня. Он окажется вместе с ними в райской обители. Хотя, возможно, по каким-то характеристикам не дотягивал, но он очень хорошо к ним относился, уважительно относился, и в итоге с ними окажется в райской обители. Здесь как раз идет то, что родственность душ тоже сыграет очень большую роль касательно перспектив человека в вечности. Далее здесь приводится 39-й сура 71-й аят. И там как раз идет момент того, что очень важно окружение группами. После всеобщего суда, в квадратных пояснях, дальше идет, безбожников поведут, погонят в ад группами. 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 Здесь в сноске большой хадис. Давайте я оригинал вам его прочитаю. То есть там же говорится о том, что в ад пойдут группами. Вроде как человек говорит, ну ад, ад, что уж там, все уж безбожники, когда такие там. Нет. Все не так просто. Ад тоже уровни. Но он даракят. И в аду тоже очень много верующих окажется. Ну вот куда деваться? Они же люди. Нагрешили бедолаги. Теперь приходится гореть какое-то количество лет. Хафзаллаху якум. Не дай Всевышний кому-либо. Но такая вероятность есть. Он не только для безбожников. И вот Ибн Мас'уда передается хадис. Пророк сказал. Если человек делает хорошее, неважно, он мусульманин или кафир, безбожник, Всевышний обязательно воздаст ему благом. Сподвижники спросили у посланника Божия, а как Всевышний воздаст безбожнику? Это же к сожалению, люди думают, что там тут какой-то один Бог, там какой-то другой, у мусульмана какой-то свой Бог, еще что-то. К сожалению, таких людей очень допотопно мыслящих немало. Господь миров творит всего сущего. Он творит всего сущего. И там за этапом приходили пророки и посланники Творца. Этап за этапом человеческой истории. В том числе Моисей, Иисус, Мухаммед как заключитель Божий посланник. И Всевышний пожелал в этой жизни и веры, и неверия, и дал людям выбор. И посланник Божий в данном случае говорит, что Всевышний Творец Аллаху за добрый поступок даже безбожник воздаст благом. Хотя Всевышний ничего никому не должен. Но правила таковые, которые установлены в этой жизни. Если подвижники спросили, как это будет происходить, если человек укрепляет, пусть даже безбожник, абсолютный атеист, укрепляет родственные отношения, дает милостыню, они тоже дают милостыню. Дают милостыню. То есть тратят на благое, на полезное для других людей, что-то из своего имущества. Если человек совершает хорошее. То есть что-то совершает хорошее. Всевышний воздает ему это савабом в его материальном достатке, в его детях, в его здоровье, и в чем-то еще подобном. Всевышний воздает. сподвижники спросили, а как будет воздаяние ему вечности? Посланник Божий сказал, там будут разные формы наказания. Он получит меньшее наказание. И процитировал из Корана «Введите фараона и его окружение в худшее наказание». Самое болезненное. В то же время в этой же суре 39-й, чуть дальше, в 73-м аяте, «Васиқа ладзин атакав раббахум илэл жаннати зумара». Тоже идет. Сиқа тоже зумара, но про верующих людей. «И бывших в земнообители набожными пред господом в квадратных поясняю, тех, кто прислушивался к посланникам и следовал в меру силы возможностей их наставления, их поведут зумаро группами в рай в квадратных поясняю, в зависимости от уровня, который они заслужили из ста имеющихся». В хадисе говорится, что в раю сто уровней. То есть Аллах, Бог, Господь соберет нас вместе с теми, кто был близок к нам по убеждениям и взглядам. Наше постоянное пересечение с ними в земном будет иметь уже вечные перспективы. И вот наума.ру в раздел Акида, если нажать под раздел Имена Аллаха, и там как раз эти материалы, когда писал, в том числе есть внутри материала, как использовать это имя в повседневной жизни. Здесь я пишу. Важно окружение. Подобное притягивает к себе подобное. Если вас больше привлекают люди, ведущие развратный образ жизни, тогда несложно предсказать ваши перспективы вечности. Аль-Джа-Миа собирает людей как в земной жизни, так соберет и в вечной по определенным качествам характеристикам. Вот даже здесь мы же с вами собрались, вот огромный город, плюс-минус пятнадцать миллионов человек. Столько дел, столько хлопот. У кого учеба, у кого работа. Мечеть. Одна из четырех московских мечетей. И вот какой-то внутренний посыл, позыв, обязательная пятничная молитва, пятничная проповедь. Здесь у кого-то окошко свободное, кто-то свободный в своем рабочем графике. И вот оно хоп-хоп-хоп смотришь, самые разные люди, и мы так пересеклись, 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 и вот так оказались вместе в довольно небольшом пространстве. Как я сказал ранее, очень важно это окружение сохранять на протяжении всей жизни. Пусть даже вы не окажетесь на каком-то этапе именно в Москве, но вы в другом городе, в другой стране даже найдете тоже мечеть, найдете местную общину, тоже придете на чума. То есть, по сути дела, сохраняя вот это окружение, пересекаясь с людьми, на ифтарах в том числе, на травихах. Здесь с кем бы вы не строили дружеские, родственные или партнерские отношения, здесь вот по поводу как использовать, с кем бы вы не строили дружеские, родственные или партнерские отношения, спрашивайте себя. Среди этих людей я намерен воскреснуть в судный день? в судный дружеский 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 Продолжение следует...